Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Сегодня пойдет речь о фильтрах для аквариума. Как улучшить их потребительские свойства, увеличить время фильтрации без чистки, может быть немножко усовершенствовать, применить для другого аквариума. Вот такой фильтр я когда-то купил для маленького аквариума на 25 литров. Он рассчитан на 60 литров. Имеет фильтр механической очистки, карбоновый, биологический, дождевальную установку. И он оказался для маленького аквариума сильно мощным. Не подошел. Очень создавал мощные потоки воды. Поэтому я туда купил фильтр поменьше. А этот у меня лежал. Потом один хороший человек подарил мне хромисов подарок. Пришлось ставить еще один аквариум на 100 литров. И я решил опять достать этот фильтр, поставить его. Поставил. Для 100 литрового аквариума он конечно слабоват. Губка маленькая, быстро засоряется. И тогда пришла идея все-таки его использовать, но усовершенствовать. То есть увеличить сам фильтрирующий элемент. Вот, скажем, эта идея и эта проблема для меня была не нова, потому что аквариумами занимался с самого детства. Каких только не было фильтров. И вот пришла хорошая идея использовать картридж от фильтра для воды. Так как у меня различные системы очистки дома используются тоже давно. И перебрал я всякие различные фильтры. И вот какой-то там хороший корпусок, скажем, я его не выкидал. Нравилась мне идея сама их использования. И вот один из таких фильтров, корпусов от фильтра. Из которого начинка-то вся была уже давно выброшена. Остался сам пластмассовый корпус. Как вы видите из этого видео, я и сделал увеличенный фильтрирующий элемент. Вот этот фильтр в данном случае сейчас неделю в аквариуме проработал. Я его достал для чистки. Еще не чистил, поэтому сразу показываю, как оно есть. Значит, что нужно было сделать? Нужно было сделать вот это отверстие точно по разрезу этого фильтра. Я его и сделал, только, наверное, очень в натяг, поэтому со временем появились трещинки. Видите? Поэтому, может быть, не очень плотно надо это все делать. Фильтр очень интересной конструкции. Он имеет резьбу, выкручивается. Камешек я положил для утяжеления. Как фильтрирующий элемент используется губка. Но это губка еще из советского прошлого. Скажем, тогда такие продавались и предназначались они для мытья посуды на кухне. И продавались целыми такими рулонами. И так как я аквариумами занимаюсь давно, я их тогда накупил. Они у меня новые еще долго лежали. И вот я нашел применение. Опять же, в корпусе нужно было посверлить отверстие. Кроме вот этого окошка для самого фильтра, были посверлены отверстия. Как сверлить, где сверлить, это уже от вашей фантазии. Здесь еще у меня губка. Вот, губка, из чего только смог, из того я ее и вырезал. И в самом фильтре, биологический фильтр уже я давно убрал. Просто стоит губка. И сейчас, конечно, вот я буду эту губку внутри мыть. Вот эту губку буду мыть. Вот этот фильтр буду мыть. Соберу, конечно же, отмою все вот эти водоросли. У меня какая-то завелась в аквариуме. Такая она, в принципе, вид не портит. Но интенсивно растет. Надо как-то бороться, конечно. Фильтр ее тянет очень хорошо. Вот это все вымывается. Опять монтируется. И фильтр очень эффективно. Ваш аквариум чистит. И попутно хотел показать, что есть картриджи немножко другие. То есть, вот из тех систем, которые я использовал, они вставляются в колбу. В принципе, они по размеру одного стандарта. Конечно же, они сделаны из пищевой пластмассы. Поэтому, я думаю, для аквариума можно не бояться. Содержимое я давно из них убрал. И вот покажу. Если вы такое что-то подобное найдете, видите, видите, как прекрасно разбирается. Подсверлить в нижней части отверстие. Да можете хоть и до середины корпуса. А здесь нужно такое же сделать окошко, чтобы фильтр, его нижняя часть, входила туда внутрь. Предлагаю такую интересную идею. Да, все мы сейчас оратуем за экологию, за вторичное использование различных конструкций, предметов, не засорять окружающую среду. Вот вам еще одна идейка. Вот такой фильтр. То есть, в нижней части уже у него прекрасно будет засасываться всякая мелкая взвесь. Здесь также насверливаем отверстие. Здесь делаем подходящая окошко. То есть, вот таких вот всяких головок на самом деле, их очень много различных. И можно скомпоновать, и получится вот такая у вас хорошая, достаточно эффективная система очистки. И не переплачивать за это огромные деньги. Там посмотришь иногда такие цены на эти фильтры, как будто они там имеют какие-то золотые компоненты внутри. Ничего там особенного нет. Опять же, всякие всевозможные расходники к этим фильтрам, они в магазинах продаются. В хозяйственных и специализированных для аквариумов те же карбоновые биологические фильтры. Это вы можете придумать тут сюда, любую, скажем, прокладку в виде какого-то фильтрирующего элемента. И получится у вас отличный аквариум-фильтр. Очень-очень рекомендую вам поработать руками, поработать мозгами. И сделайте для своего аквариума фильтр ничем не хуже фирменного. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал. Смотрите. Буду стараться выложить еще что-нибудь интересное по возможности. Не всегда хватает времени. Но буду добавлять. До свидания.